Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам первоверховного апостола Павла. И сегодня мы с вами будем изучать восьмую главу. Здесь две основных темы с первого по тринадцатый стих «Думайте не о плотском, но о духовном» с четырнадцатого стиха и до конца, до тридцать девятого стиха, тема «Грядущая слава детей Божьих». И мы будем рассматривать эту главу. И мы читаем с первого стиха и ниже. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь возникает целый ряд вопросов, что значит жить во Христе не по плоти, но по духу. Дела плоти, они нам известны. И когда мы избираем жизнь по духу, здесь надо иметь в виду то, о чем говорится в Библии, что дух противится плоти, а плоть противится духу. Но в христианском понимании это не означает, что в самой плоти есть что-то несовершенное. Это не так. Потому что в таком бы случае вина падала бы на Создателя тела, а Создатель тела – сам Господь. Как сказано в книге Бытия, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его, в ноздри Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». А все творение Божие, как мы знаем, оно весьма хорошо. В этом смысле, по учению православной церкви, даже природа бесов и демонов, она остается хорошей. Извращается не природа, извращается свободное произволение. Поэтому мы не можем говорить, у меня такая физика, как некоторые говорят. У меня такая особенность моего тела, у меня вот такие потребности, я ничего не могу с собой поделать. Это не так. Грех рождается в свободном произволении, которое вместо того, чтобы быть направленным на исполнение воли Бога, начинает это свободное произволение бунтовать против Бога. Поэтому апостол Павел и пишет, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». А какое же могло быть осуждение таким людям? Дело в том, что ветхозаветные люди придавали значение телу значительно чаще, чем христиане. И потребности тела воспринимались как то, что входит в комплекс исполнения божьих заповедей, божьих уставов и постановлений. Христианство с самого начала, оно сосредотачивает внимание на проблемах души, духа. И когда человек, например, идет на исповедь, и он исповедуется в так называемых плотских грехах, в так называемых плотских грехах, на самом деле это грехи, связанные с его душою, с искаженным произволением. И Христос в Нагорной проповеди так и говорит, что тот, кто гневается на брата, скажем так, в душе своей, он уже человек-убийца. Тот, кто смотрит с вожделением, он уже прелюбодействует в сердце своем. Как блаженный Феофилакт пишет, он бы совершил грех, но обстоятельства не позволяют, потому что он не может броситься на каждый объект его похоти, потому что есть законы человеческого сообщества. Но наличие вот этого движения падшей души ко греху уже обнаруживает как бы генезис греха, его происхождения. Поэтому не может быть осуждения тем, которые начинают дело собственного исправления со своей души, со своего духа. Второй стих. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Давайте посмотрим, какие есть комментарии. Я подготовил комментарий святителя Иоанна Златоуста. Это его гамилия на послание к римлянам. «Законом духа Павел здесь называет дух, то есть дух Божий. Ибо как грех он именует законом греха, так дух, законом духа. Хотя и Моисеев закон он также называл, говоря, мы знаем, что закон духовен». То есть Павел и Моисеев закон называл духовным. Какая же разница? Большая и беспредельная. Тот закон духовный, а этот закон духа. То есть одно дело сказать, что дух вдохновил написание закона, а другое дело сказать, что дух святой, дух Божий обитает в наших сердцах. И чем одно отличается от другого, вдохновение от святого духа или жизнь в духе святом, то, что называется крещение духом святым, то есть такое всецелое погружение нашей души в духа святого. И чем одно отличается от другого? Тем, что один был только в состоянии, что ему как бы дается дух, дается духом, а другой щедро дарует дух принимающим его. По сути дела, конечно, и ветхозаветные пророки, они действовали духом святым. Как сказано, никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые духом святым. Но только христиане – это люди, которые в день Пятидесятницы, а это день рождения церкви, сподобились крещению от духа святого, когда дух святой вошел в их сердца. Поэтому апостол и называл его законом жизни в противоположность тому закону греха, а не закону Моисея. То есть жить по заповедям – это, конечно, хорошо, но когда сам дух Божий, который продиктовал эти заповеди Моисею, обитает в твоем сердце, это еще лучше. Ибо когда он говорит «Освободил меня от закона греха и смерти», он имеет тут в виду не Моисеев закон, потому что он нигде не называет его законом греха. Да и как это может быть, раз он часто именует закон Моисея праведным и святым и уничтожающим грех? Апостол говорит о законе, воюющем против закона ума. Эту тяжкую войну прекратила благодать духа святаго, умертвившую грех и сделавшую для нас борьбу легкой, вначале увенчавшую, а затем увлекшую в схватку, подавая помощь, достаточную для победы. И далее, как всегда, Павел переходит от сына к духу, от духа к сыну и отцу, все приписывая промышлению Святой Троицы. То есть одно дело, когда мы исследуем закон, который был продиктован Духом Святым, другое дело, когда через таинство миропомазания Дух Святой входит в нашу жизнь. В православной традиции обычно соединяют два таинства, это таинство крещения и сразу совершается таинство миропомазания. И когда священник совершает обряд этого таинства, а у каждого таинства есть и свой обряд, он произносит слова «печать дара Духа Святаго», «печать дара Духа Святаго» и смысл жизни христианина раскрывать эти печати. Далее апостол Павел пишет, 8 глава, 3 стих, «как закон, ослабленный плотью, был бессилен», хотя закон продиктован Духом Святым, «как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Закон, несмотря на свою святость, несмотря на свою духовность, он был ослаблен плотью. Люди не способны исполнять закон. Но действием благодати Духа Святаго, а Дух Святой научает и наставляет нас на всякую правду, мы начинаем под руководством Духа Святаго, будучи вводимые Духом Святым, более эффективно действовать в соответствии с законом». На самом деле, надо сказать, что даже сами иудеи понимали, что если человек закон исполняет механически, вот он читает эту заповедь, эту, эту, и теперь ему надо все это как-то реализовать в своей жизни, иначе он попадет в ад. Вот, сама по себе подобная мотивация, она дурная, хотя она допускается и в христианстве, как сказано, о иных страхах спасать. Но лучше, когда человек движим Духом Святым. Он может и не знать Закона Божия, как текст, но Дух Святой, который научает, наставляет на всякую правду, он ведет этого человека. И мы знаем из жития Марии Египетской, что она, живя в пустыне, в совершенстве знала Священное Писание, потому что была наставлена Духом Божьим. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Это шестой стих. А перед ним пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Живущие по плоти – это путь к смерти. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». И когда мы чувствуем внутреннее беспокойство, и мы не уверены, что мы правильно живем, правильно поступаем, что мы правильно молимся, что мы правильно готовимся к причастию, что мы правильно воспитываем собственных своих детей, что мы вообще правильные христиане, вот такое чувство, оно нас как бы удаляет от плотского решения всех вопросов и погружает в сферу благодати Духа Святаго, который может умудрить и наставить. В этой ситуации само сердце возрожденного человека является источником подлинного откровения, в том смысле, что он руководствуется не чувствами падшей плоти, а имеет в себе чувствование Христовое, о чем говорится в Новом Завете, что это совершенно необходимо. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Это седьмой стих. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Человек не может чисто механически взять и движением какого-то переключателя изменить свою жизнь. Он не может, потому что в результате грехопадения необратимые процессы возникли. И сам Христос говорил, что лучше для вас, если я пойду к Отцу, я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго. Конечно, Христос мог с нами жить вечно, и Он бы нас наставлял бы. Но, во-первых, жизнь Христа во плоти, она была ограничена землей Израиля, Эрц-Исраэль. А действие Духа Святаго, о котором сказано, что Дух дышит, где хочет, и глаз его слышишь, откуда приходит и куда уходит, не знаешь, оно более эффективно для нас. И это сказал Христос. «Лучше для вас. Я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя». «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть те, которые чисто механически пытаются исправить себя, исправить своих детей, может быть, используя плотские наказания какие-то. «Но вы», продолжает Павел, 9 стих, «не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Оказывается, этот вопрос вполне христологический. Если ты имеешь Духа Святаго, то ты Христов. Если же кто Духа Христова, так называется Дух Святой, не имеет тот и не его. А если Христос вас через действие Духа Святаго, когда особенно в Таинстве Причастия, в Святых Дарах Он входит в наш внутренний мир нашего тела. «А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Действительно, иногда бывает такая ситуация, что вдруг христианин перестает грешить. Люди это испытывают, и не всегда они могут понять, а почему это происходит. И это какой-то отрезок их жизни. Один мужчина мне рассказывал, что у него это было три месяца. Он жил, исполняя Божий закон, но без какого-то плотского напряжения. Это как-то очень так естественно само собой. Мы тогда, когда с ним рассуждали, предположили, что, может быть, кто-то молится за него, может быть, кто-то усопший или из живых людей. Может быть, какая-нибудь бабушка, давно умершая, усилила молитву за него. Почему Господь иногда дает нам возможность жить благочестиво, но это какой-то отрезок времени, чтобы мы ощутили вкус жизни в Боге и с Богом. И чтобы потом мы вожделели бы этой жизни. Буквально вожделели бы ее. Как преподобный старец Силуана Афонский, будучи еще новоначальным, он вподобился явлению Христа. И мы не можем сказать, что духовные качества Силуана в начале пути были такие же, как и в конце пути, конечно, нет. Он был там какой-то совсем новоначальный. Но потом всю свою жизнь он жил этим переживанием этой встречи. И когда он умирал, он плакал от радости, потому что он вожделел пережить эту встречу вновь и вновь. И мы читаем далее 11 стих. «Если же Дух того...» Здесь Дух Святой называется уже Духом Бога Отца. Он называется и Дух Христов, и Дух Бога Отца. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Имеется в виду не только воскресение из мертвых. Воскресение физическое – это второе воскресение. Здесь прежде всего имеется в виду первое воскресение, когда в этой физической жизни до момента физической смерти мы переживаем духовное воскресение. И оно более значимо. Итак, братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете. Здесь апостол Павел касается очень важного вопроса, какие должны быть приоритеты в жизни верующего человека. Проблема заключается в том, что, живя на земле, мы больше заботимся о своем теле, чем о своей душе. Хотя мы точно знаем, как бы мы не заботились о своем теле, оно точно погибнет, оно точно умрет, оно точно разложится в земле и вернется в состояние предсуществования, то есть в тот самый прах земной, из которого Бог и создал человека. Но мы меньше заботимся о душе, которую можно спасти только в этой земной физической жизни. Точка невозврата для спасения души – это физическая смерть. И святые отцы об этом очень много говорят и пишут, что здесь твои молитвы, которые ты произносишь, Бог их слышит. Бог приемлет твои слезы, твои покаянные вопли. Там, за гробом, Он не приемлет ничего. Да, там будет плач и скрежет зубов. Но сама смерть – это точка невозврата. И если в этой жизни мы больше заботимся о том, что точно потеряем, о теле, и меньше заботимся о душе, которую только и можно спасти в этой жизни, мы допускаем серьезные ошибки. День спасения нашего тела – это день воскресения нашего тела. когда звук трубы Архангела говорила, прах, кости придут в движение, и мы восстанем. И если в этой жизни земной существование тела поддерживает душа, а смерть – это выход души из тела, то в той жизни все будет наоборот. Когда душа выходит из тела, момент смерти человека, она не имеет полноты бытия. Она или в преддверии блаженств, или в преддверии мук. Но воскресшее тело, здесь будет зеркально все наоборот, сообщит душе полноту бытия. Когда душа вернется в воскресшее тело, она обретет полноту собственного бытия. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы знаем, что ожидает наше тело. Ибо если живете по плоти, то есть сеете только в плоть все свои надежды, то умрете, точно умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете, потому что дух не умирает. Поэтому апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. В каком случае смерть будет приобретение, если мы живем Христом, пребывая в общении с Духом Христа и Духом Божьим, Духом Святым. Теперь мы переходим к следующей теме этой главы, грядущая слава детей Божьих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Давайте посмотрим, какое объяснение нам дают Святые Отцы. Что значит водимые Духом Святым? Святитель Иоанн Златоуст пишет, Павел не просто сказал те, кто живет Духом Божьим, но водимые Духом Божьим, показывая свое желание, чтобы он, Господь, был таким же господином нашей жизни, как кормчей корабля и возница конской упряжки. И не только тело, но и душу апостол подводит под бразды Духа. Ибо он не хочет, чтобы даже душа управляла и подчиняет ее власти и силе Духа Божия, дабы, полагаясь на дар купели купели крещение, душа и тело не стали пренебрегать духовным в последующей жизни. Павел говорит, даже если ты получил крещение, но не будешь после этого ведом Духом, то есть руководствоваться наставлением Духа, то потерпишь поражение, потеряешь данные тебе достоинства и преимущества усыновления. Поэтому он не сказал, кто получил Духа, но кто ведом Духом, говоря о тех, кто всю жизнь живут как сыны Божии. И в трактате о ревности и зависти священномученик Киприан Карфагенский пишет, если мы дети Божии, если уже начинаем становиться его храмами, то есть если он в нас живет, то тело храм, если живем духовно, стяжав святаго Духа, если возводим глаза от земли к небу, если восходим к высшему и божественному с душою исполненной Бога и Христа, то лишь потому, что делаем достойное Бога и Христа, как призывает и побуждает апостол. То есть вводимые Духом Святым это те, которые воспринимают наставление от Духа Божия как Господнее руководство к действию. Обычный человек, плотской человек может быть вводим голосом совести, но совесть бывает, как говорят в народе, прожженная. Есть люди без совести, они так и называются, бессовестные люди, которые не стыдятся своих грехов, говорят о них открыто. Поэтому для нас очень важно, чтобы Дух Святой, Дух Божий руководил нами. Все таинства Церкви, они совершаются Христом, действием Духа Святаго. Поэтому стяжание благодати Духа Святаго, что по Серафиму Саровскому составляет смысл жизни христианина, это рачительное отношение к той благодати, которую мы получаем через Таинство Церкви. То есть мы должны оберегать это состояние, как в книге Притч сказано, пусть источники твоего колодца не растекаются по улицам города. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Это действительно так. Дух рабства это состояние, когда кто-то порабощает тебя. Вот, например, Дух Бесовский, Дух Сатанинский, он именно пленяет человека, и о таких людях говорят как об одержимых злыми духами. Дух Святой это дух любви, как апостол Павел пишет, любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым. Он не пленяет, он не порабощает, он не связывает, он трепетный наставник, который научает и наставляет нас на всякую правду, напоминая учение Христова. И Дух Святой подсказывает нам, что мы дети Божьи, и этот Дух усыновления, именно им мы взываем «Ава Отче», особенно, когда мы читаем молитву Господню, которая и начинается этими словами, «Отче наш». «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники». Наследники Божьи – сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Все дети Божьи – сонаследники Христу. Почему? Потому что Христос – это единородный Сын Божий по природе, а мы чадо Божие по благодати. Таким образом, через Духа Святаго, усыновленный Богу Отцу, мы становимся братьями для Христа. «Ибо думаю», далее рассуждает апостол Павел, «что нынешние времена страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». То есть нам надо потерпеть, как и Христос говорит, претерпевший до конца спасется. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, весь тварный мир с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, то есть христиан, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, покоривший нас это дьявол, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению свободу славы детей Божьих». Вот здесь апостол Павел говорит, что через христиан к этой славе чад Божьих призывается и весь остальной мир, в котором мы живем, для этого мы и проповедуем Святой Евангелие. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления и скупления тела нашего». Вы слышите? Тело нашего. Усыновление и скупление не только спасение души, но и спасение нашего тела. И мы знаем, что те люди, которые сподоблялись действия Духа Святаго, их тела буквально менялись. Дивеевские сестры вспоминали, что когда они беседовали со старцем Серафимом Саровским, они видели только кисти его рук, только лицо, потому что он был во всем монашеском, и они видели тонкие лучики света, которые исходили от его рук и от его лица. Подобно как и Моисей, общаясь с Богом, в течение сорока дней его лицо настолько изменилось, что начало сиять светом. Израильтяне боялись с ним разговаривать и попросили его, чтобы он одевал покрывало на голову. 24 стих и далее. Ибо мы спасены в надежде. Что значит спасены в надежде? Мы не говорим, как неопротестанты и протестанты, что мы спасены. Это было бы очень самоуверенно. Как апостол Павел говорит, что надо течение совершить, веру сохранить, а потом венец получить. Но у нас есть надежда на спасение. Потому что в церкви мы имеем все необходимые средства для того, чтобы спастись. Поэтому и сказано, ибо мы спасены в надежде. А чем надежда отличается от веры? Надежда – это вера в ее развитие, когда мы не просто веруем, но с надеждой опираемся на результат нашей веры. Это процесс воцерковления, это жизнь в таинствах церкви. Что такое спасение? Нас причащают в оставлении грехов и в жизнь вечную. Это и есть состояние спасения и святости. Правда, наше отличие от подлинных святых, мы иногда быстро теряем это состояние. Надежда же, когда видит, то есть мы надеемся на спасение, но мы этого не видим. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Вот это урок для протестантов и неопротестантов, которые как бы уже, как они говорят, видят свое спасение. Этого невозможно. Но когда надеемся того, чего не видим, да, мы не видим, тогда ожидаем в терпении. Ожидаем чего? Спасения. Так же и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух, то есть дух святой, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь речь идет о молитве духом святым. Что это за состояние? Мы действительно не знаем сами по себе о чем молиться как должно. Но молитва духом святым это молитва церкви, когда и утром, и вечером мы читаем одни и те же слова, которые были продиктованы духом святым. Я помню, когда я был мальчиком, когда я был совсем маленький, бабушка молилась, но потом, когда я подрос, она болела диабетом, у ней были проблемы с ногами, потом отрезали одну ногу, и она лежала, и я понял, что теперь настал мой черед молиться. И когда мне было тяжело молиться, она говорила, представь, что в этот момент святят в нашем городе молятся другие православные люди, и они произносят точно такие же слова, как и ты. И вот утром и вечером эта мысль, она согревала меня, она вдыхала энтузиазм, христианский энтузиазм в мое сердце. Далее мы читаем, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, то есть никто не приходит к Богу без произволения его, мы призваны Богом. Как Христос говорил, не вы меня избрали, я избрал вас. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Если нам все содействует ко благу, то мы ко всему и должны так относиться. Сейчас общество в период пандемии парализовано страхом. И именно в планетарном масштабе. Люди понимают, что они нигде не могут укрыться от этой беды. Беда может прийти от самых близких, самых родных, дорогих. Иногда переносчиками заболевания бессимптомными являются даже маленькие дети. Это реальность, с которой мы живем. Но если все содействует ко благу, то мы должны с доверием относиться ко всему, что происходит в нашей жизни. Такое доверие к Богу проявлял святитель Иоанн Златоуст. Когда он был отлучен от церкви, это было дважды, я имею в виду последний раз, и он отправлялся в ссылку и дошел до местечка Каман, и там он попросил, чтобы ему разрешили лечь на землю, ему было тяжело идти, и он сказал «Слава Богу за все!» Казалось бы, против него было все. Против него были еретики, против него были язычники, против него был составлен церковный собор под дубом, так называемый собор, и даже святой Эпифаний Кипрский участвовал в низложении патриарха Иоанна Златоуста. Он мог бы пережить разочарование, что, собственно, его матерь-церковь изгоняет его, но он все принимал с благодарностью, зная, как Павел пишет, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Поэтому последние его слова были «Слава Богу за все!» И далее мы читаем, почему любящим Бога все содействует ко благу, «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был, то есть Сын Божий, первородным между многими братьями». Вы видите, христиане здесь называются братьями Иисуса Христа, а Он первородный брат наш. Потому что мы через Него усыновлены Богу, Отцу, усыновлены те, которых Бог предузнал. Что значит предузнал? Бог не ограничен ни прошлым, ни будущим, как вездесущий, Он присутствует в каждом мгновении времени, в каждой точке пространства. Наш первый вздох и наш последний выдох для Бога это реальность. Он предузнал каждого из нас относительно своей божественной природы. Но свой выбор мы, живущие во времени и пространстве, делаем сами. И божественное предузнание никак не ограничивает нашей свободной воли. Об этом надо помнить. Поэтому мы, христиане, не исповедуем какой-то фатализм, что от нас как бы уже ничего не зависит. Это все не так. «А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». То есть во Христе мы имеем не только Божье прощение или Божье милосердие, но и оправдание. То есть такое состояние, когда мы, бывшие грешники, становимся оправданными, то есть как бы никогда не согрешившими. Об этом говорит и пророк Исаия. «Если грехи ваши будут как багряные, как снег, убелю их». Это и есть прославление, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И мы поем за богослужением «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся». Если Бог за нас, действительно, кто против нас? Тот, который Сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, а сказано, Христос умер за нечестивых, едва ли кто умрет за праведника. Тот, который Сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним, то есть со Христом, не дарует нам, как чадом по благодати и всего. во Христе мы действительно имеем все. Помните, как Христос явился к апостолам, он сказал «мир вам». А в славяно-русской традиции слово «мир» имеет значение прекращения войны и другое значение вся вселенная. Поэтому славяно-русская традиция, она допускает, что Господь нам отдал весь этот мир. Мир и был, кстати, сотворен для праведных. Это очевидная истина. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с Ним, то есть Сыном Божьим, не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Дьявол все время напоминает нам прежнюю греховную жизнь, а он напоминает нам грехи юности, он напоминает нам преступления, которые мы совершали, ужасное уродство, ужасное падение, но если мы оправданы Богом, кровью Иисуса Христа, кто будет обвинять избранных Божьих, восклицает апостол Павел, Бог оправдывает их, вы слышите, не прощает, не милует, оправдывает, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, что значит умер, но и воскрес, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, он и одеснуя Богу, он и ходатайствует за нас, как и сказано, един ходатай между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Ты слышишь, брат, ты слышишь, сестра, ты слышишь, отец, Христос ходатай за каждого из нас. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Давайте добавим к словам Павла. Кто отлучит нас от любви Божьей? Пандемия? Преступники? Зло этого мира? Антихрист? Дьявол? Никто не может отлучить нас от любви Божьей, если мы сами сохраняем ответную любовь к Создателю. Как написано, за Тебя умершвляют нас всякий день, считают нас завец, обреченных на заклание, но все сие, все трудности жизни, все скорби, все страхи, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. А насколько Бог возлюбил нас? Ибо так возлюбил Бог мир, что до Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И апостол Павел, оканчивая эту главу, пишет, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Это настоящий гимн христианской веры, христианской надежды, прежде всего вот эти вдохновленные Духом Святым слова апостола Павла. Не случайно святитель Иоанн Золтауст называл апостола Павла арфой Духа Святаго, и мы слышим с вами сегодня, как звучит эта арфа Духа Святаго. Берегите себя, друзья, в эти дни. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо Господь! Духа Святаго, Духа Святаго, Духа Святаго, Духа Святаго, Духа Святаго, Продолжение следует...